Вы, это не моя обязанность, я нипочем не подписывался. Он посчитал, что вы достойны терпеть эти звонки. Так я его не знаю, этого человека. Я посчитал, что вы должны терпеть... Не, отмороженный вообще, блядь, или шо? Не, ну... Снимайте звонки, я еще через 10 минут позвоню. Да, позвоните, пожалуйста, позвоните. Уебан ты, блядь, понял? Позвоните, пожалуйста. Вот что я купил сегодня, mentos и кол. Но я не буду делать то, что вы думаете, я просто хотел mentos и просто попить кол его. Я тебя уже чувствую. Здорово. Привет, шо там? Та ничего, нормально. Компаем. Несчастье вот это, постоянное, да? Понакупаю. Пробираюсь к тебе, ты понял? Привет. Шо там? Продолжение рубрики «Не бита, не кратся». Да. Заканчиваем заводскую... Работу, да? Ха-ха-ха. Пульсарь фасад какого-то там 90-го года. Зачистили шпаклевочку. Осталось только перебить. В принципе, будет не бит и не крашен, все как обычно. Ха-ха-ха. Даже я сорвался, слышишь? Он вообще, он именно выбешивает прям. Так я тебе и говорю. Я сорвался, когда тебя не было. Я уже сказал, что вы лохи. Не надо кричать, давай просто поорем с него, реально. Ну, зачем ты кричишь? Он же что же там... Он, наверное, словарик читает для коллекторов. Знаешь, каких-то новых фразочек там набирается. Подожди, давай нормально его затроллим просто и все. Ну, реально, зачем он звонит, непонятно вообще. Уебан ты, блядь, понял? Собрали, пацаны, манитолы. Че-то не работает. Пару проводов осталось. Может, в этом дело. Нужно еще разобраться. Электрики у нас хорошие, должны, в принципе... Скрутить все войти надо. Кстати, я сальник коленвала поменял на Газели вчера. Ну, шкив колена надо затянуть. Я его попытался затянуть, у меня тоже, короче, не получилось. Уже проводку я сделал, все, я его запакую сегодня. Шкив затяну и все, машина сегодня должна уехать. А помимо этого еще сейчас Бэху сделаем, наверное. И Мерса выгоним, и все. А вот это, наверное, коллектор. Скинул. А прикинь, мы лавчим. О, вот так. Алло. Алло. Господин Вован, а почему Мерсликин не оплачивает по кредитам? Ого, вы опять мне звоните, да? Что, что? Я говорю, вы опять мне звоните. Ну, конечно. Пока я не узнаю, почему он не оплачивает. А пока он мне сам не позвонит, он будет звонить. Ага, интересно. Интересно. Тихо, тихо. Хорошо. Ну, так. А чего вы таким образом от меня хотите добиться? Ну, чтобы вы сказали, почему он не платит. Ну, наверное, у него денег нету. Так подойдет? Нет, ну, денег у всех нету. Хорошо. Тогда он исчез куда-то. Нет, что тебе вообще этот вопрос задает? Ну, подожди, подожди. Значит, он может быть куда-то исчез. Может, его убили. Может, он умер. Объясните ему, что надо обратиться на него. А как я это сделаю? Если вы не можете к нему дозвониться. Ну, ну, ебан. Сейчас, подожди. А вы же его друг. Какой друг? Я еще раз вам повторяю. Если вы не слышали то, что я вам говорил. Я с ним работал 4 года назад на одном производстве. Я вам просто раз объяснял. Если человек аферист, ведет аферы по банкам, то у кого вообще нет таких же людей. А, ну, хорошо. Тогда я аферист. Тогда я вообще ничего вам не должен говорить. Я считаю, что вы просто обманываете, прикрываете. Ну, вы можете подъехать ко мне, там, где я сейчас нахожусь. Говорите адрес. Говорите адрес. Да, наверное, не стоит, да? Говорите. Что-то что, пусть приезжают. Котельниковская 21. Я ему говорю, блядь, я его сам уже жду здесь. Котельниковская 21. Харьков, ты же скажи, потому что он, наверное, откуда звонит. Вы записали там на... Правду правду вы говорите или нет? Ну, конечно, правду. Котельниковская... Блядь. Блядь, а нахуя это сделал? Да какая разница, ты, Иван, при чем здесь вообще? Пусть он приедет, я не знаю, я его хоть сфотографирую, хоть пацанам покажем, какие уебаны, блядь, звонят и достают нормальных рабочих пацанов, которые нормальным пациком тачки восстанавливают, чинят, блядь, проводки, всякие газели и так далее. Подожди два дня, ну, по-другому никак. Сейчас, сейчас, вон человек ждет свой BMW там, а другой человек ждет Mercedes, понимаешь, сейчас. Смотрите, сейчас ждет Gazelle. А я, да, не дури, если... А Вован коллектор ждет. Алло. Да вы в ТОВТОРОН работаете. Что, что, что? В ТОВТОРОН, ну, под Котельниковской, 20-й, арифтированное предприятие. А, ну, ВТОРОН, ну. ВТОРОН, это у вас руководитель, получается, Новик, Евгений Владимирович, правильно? Ну, верно все. Верно, да. А он знает вообще, что мошенники у него на предприятии? Ну, позвоните, спросите у него. Позвоните, а как у вас Владимир по... Во-первых, он арендодатель. Я у него снимаю это помещение. То есть, я работаю сам на себя и не знаю, знает ли он, что я мошенник, например. Так, Владимир, как у вас получит? А как... Ну, Юрьевич. Назови, назови, не переживай. Юрьевич. Хорошо. Сейчас тогда будем решать вопросы. Ну, порешай. Жесть. Так он, наверное, пробил, да? У них там базы какие-то есть, а он уже знает кто, что, где, когда. Вообще. Так, прикинь, они могут собрать инфу на любого человека, да? Потом еще... Потом еще ее использовать против тебя, например. Да ты взял кредит вообще, ты не платишь кредит. Дело в том, что, Иван, ты хоть главное не говори сам на себя, что ты мошенник. Ты такое вот говоришь, откуда я знаю, знает ли он, что я мошенник. Ты хоть сам на себя не наговаривай. Нет. Ты вообще, когда ты говоришь, с чего вы взяли, что я мошенник вообще? У вас есть какие-то... Он же ж так думает, что я мошенник, правильно? Нет, так мало, что он думает. Он же утверждает это. Так еще, тем более, он оскорбляет этим, что я мошенник, правильно? Он оскорбляет меня, что я мошенник. Он утверждает, он уже знает, что я мошенник. То есть, для него я мошенник. Ну, пускай, не знаю. Чем так легче, да? Да, да. Не, ну это будет какой-то видос, чисто, ор над коллекторами банков. Вообще, это уже из гаража вытекает новый, наверное, какой-то канал, какой-то, я не знаю, разговор с коллекторами банков. Такие какие-то... Тема заезженная, интересного мало в этом, на самом деле. Но тем же самым они отвлекают меня от работы. Вот я сейчас должен реально... А это ты уже можешь предъявить им претензию, наверное. Ну, кстати, да. За оскорбления и за... Да, они отнимают у меня время, мое рабочее время, они отнимают раз, во-вторых, оскорбляют меня, это два. Кстати, мы тоже их оскорбляли. Так что... А это записано, да? Это записано. Да я могу ему повторить это в лицо. Ну, в общем. В общем, какая разница, блин. О, у нас юрист, кстати. Отлично. Так что? Привет. Привет. Как дела? Еще нормально. Ну, ты бумерист до корней волос, да? Да, вообще, не до корней волос, а даже до костей. Ни на какую другую, да? Нет. Вот когда сел на BMW, уже спрыгнуть с нее тяжело. Круто. Да. В ожидании всех друзей, конечно, подсадил. Сожжено на BMW. Вот в ожидании, когда нам с одной снимут двигатель, другую нам поварят, ставят вовчик туда все, заведется и полетит, как или та оранжевая. Это я весь этот процесс фиксирую еще на видео. Так что, отлично. Будем смотреть. Посмотрим, как все это было. Есть тут такая вот пацаны, каждый новичок спрашивает, что это в полу торчит. А я вам расскажу. Так как у нас тут над нами гаражи, и один крендель там постоянно топит нас своими херами. Вот. То у нас вот есть такая сливная пробочка, короче. Прям перфоратором через бетонный пол. Вот так вот. Оп. И все туда потекло. Вы как орки реально лезете оттуда. Я на вас сливаю жидкость. Я сливаю, стою, короче, газель делаю. Газель делаю. И каждые пять секунд, короче, какое-то тело такое оттуда выбирается. Снизу такое лезет. Реально орки. Дети подземелья какие-то лезут. И я такой, мне приходится отходить, чтобы они прошли. Только становлюсь, опять я вижу, я же вижу там, что происходит через газель туда. Вижу еще одно тело такое без разговоров. Пытается полезть, короче. Один там с ключом. Они как какая-то реально властелин колец. У вас там инкубатор орков таких каких-то. Инкубатор орков. Это одна большая яма, да, у вас? Ну, одна здоровая яма, да. И получается, там есть выход оттоже. Но так как там вот эта громидва стоит, то они лезут все отсюда. Потому что тут еще есть проход, короче. Можно вообще таймлапс сделать. Я говорю, что там четыре разъема с аудиокарты, а он говорит, что в ряд стоят три. Хорошо. На что спорим? На шалбат. Хорошо. Смотри. Раз, два, три, четыре. Я подойду сейчас, посмотрю. Да, просто у меня на вас что-то глазами. Ну, раз, два, четыре. Вот, смотри. Раз, два, три. Я вот это говорил. Правый, вот, вот. А, ну так, а тут четыре. Так тогда их там вообще семь. Подожди, тогда их там семь. Там семь разъемов под аудиокарты. Там есть и три, и четыре. Ну, нихуя не получилось. Так что? Там их семь. Так там их реально семь. Покажи, пока на камеру. Ну, семь, семь, да. Ну, в той аудиокарте четыре. Ну, а в той аудиокарте три. Хорошо. Ничья. О, берет на дне морском океане. Спайн, шпоп, сквейр, пенс. Дальше я не понял. Обижают. Мы действуем с тем, что у нас есть. Сесть, сложить ручки и сказать, у нас нет экрана, еще чего-то там. Мы не будем это делать. Мы с коробкой вытаскиваем. Ну, конечно, кулиса как-то. Отсоединена. Еще? Еще, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тёма, куда его шло, Сенгар, где-то. Что, в яму там туда скидывали? Да, мы его только раз воним. Да я думаю, можете его реально забрать туда на гора, чтобы он и у вас тут не валялся. Ну, это было бы вообще идеально, понял? Ту воду? Да. Шоу вон, кулинарное шоу теперь отдаваю. Да, пилим кулинарное шоу. Так, плита разогрелась, ставим кастрюлю. Дальше берем воду. Заливаем водичкой. Так, водичку мы залили. Берем дальше фарш. Ну, это такой фарш для... Такой фарш для животных типа. Который мы когда-то покупали с тобой. Ты помнишь? Да, я помню. Вот. Короче, этого фарша хватает на два раза. Все высыпали. Так, теперь берем ложку. И мешаем. Все, оно еще получилось. Жесть. Ну, вот. Все, помешали. Теперь это должно покипеть буквально минут 15. Это тут будет кипеть? Ну, а где? Тут, конечно. И я вот думаю, что проблема не в лампочках. Скорее всего внутри. И ее надо вот, наверное, разобрать. Или не разбирать ее, как ты думаешь. Вот, к примеру, я вот вытащил вот эту лампочку. Мне сначала показалось, что она отвечает за подсветку. Да. И, короче, положил лампу снизу и увидел, что это вот значок такой маленький, что она не отвечает. Ну, а потом то же самое я сделал с этой лампой, и она тоже не подсвечивает, короче, это окно. Значит, проблема, скорее всего, где-то внутри там. Так вчера все светилось. Так, а в чем проблема? Я не могу понять. Другой лампочке. Может, еще какая-то лампочка, которая... Ну, вот эта длинная лампочка, она не отвечает за подсветку. Как это не отвечает? Ну, смотри. Наглядный пример. Вот, скидываю. Ну, пошло только... Видишь? Все равно горит. Такое ощущение, что вообще там отдельная подсветка внутри. В самой приборке. Ага. А, ну, выми вот эту лампочку. Вот, да, старые, короче, машины. Это вообще... У них какие-то технологии такие страшные технологии. Вообще, как-то не так все, как должно быть. Просто, просто подключи ее поставить. У нас уже бурлит, кипит тут все. Дальше мы закидываем смесь. Вот. Закинули мы смесь. Жменьку, что ли? А? Жменьку, что ли? Жменьку, жменьку смесь, если вы туда закинули. И дальше приступаем к добавлению каши. Каша у нас будет, я не знаю, какая у нас есть. Сейчас посмотрим. Пшеничная крупа есть. Тут много у нас гречаная крупа. Вот там, наверное, овсянка еще. Возьмем половину гречки, половину пшениц. Не, гречки, наверное. Да, половинку, половинку. Половинку того. Половинку этого. Размешиваем, да? Да, да. Сейчас размешаем, размешиваем и выключаем. И минут еще пять она стоит, настаивается, набирает воду. И, в принципе, все готово к сервировке. Уже учуяли. Да, да, кстати. Что там происходит? Оно, приоткрой тут. Ты слышишь? Да, они уже тут сейчас сворят. Они уже слышат этот запах. Ты посмотри, сколько их. Надо, чтобы они в яму не упали. Злата хочет. Ребята. Ну вот и все. Готовьте с нами. С нами интересно. Всем пока. Удачи. Продолжение следует. Спасибо.